Добрый день, уважаемые подписчики и гости нашего канала. Сегодня у нас будет представлен к обзору караван Bale Ranger GT60 6 серии. Это 520 модель, караван 2009 года выпуска. Находится он на площадке по адресу Псков Николая Васильева 82А. Караван полностью растаможен, ПТС на руках. Стоимость данного каравана 812 тысяч рублей. Караван с французской кроватью и П-образным диваном в передней части каравана. Топитель и бойлер, соответственно, мультифункциональный, работающий как от электричества, так и от газа. От электричества, соответственно, от 220 вольт. Холодильник у нас может работать как от электричества 220, так и от газа. И по 13-пиновой розетке может работать от 12 вольт. пути, если тягач заведен. И блок управления каравана понимает, что в цепи у нас больше 12,8 вольт. Он начинает работать уже непосредственно от генератора тягача. То есть не надо думать, что холодильник у нас будет работать от 12 вольт от собственного аккумулятора. Или вытягивать емкость аккумулятора тягача. Сейчас в последнее время очень много вопросов на эту тему. Скажем так, попробуем все-таки в них постепенно разбираться. Что касается данного каравана Бэйли, есть Бэйли. GT Ranger очень хорошая такая серия у них. Она достаточно высокая. 480-ю модель мы вот отправили на Казахстан. Очень все довольны. Головка сцепная у нас алка с боковым компенсатором. С опорным колесом тоже алковским. Багажник у нас может вмещать сюда два газовых баллона. Сюда по опту влезают максимально, что влезает. Это 24,2 композитные баллоны. Дальше это уже чересчур будет большая нагрузка. Хороший достаточно пластик здесь. Но смотрите, он это не несущая конструкция. То есть он такой балл ханка. В принципе, если вы хотите что-то капитально ставить в багажник, то необходимо усиливать на раму такими-нибудь обыкновенными алюминиевыми швеллерами. Здесь у нас встроенный газовый редуктор Трума. Для пользования баллонами нашими необходима замена шланга. Стараемся, чтобы они были у нас в наличии. Кто захочет, все это можем мы поставить. Это без проблем. Но желательно все оговаривать заранее. Стеклопакеты на данном караване претонированы. Они маркированные все. Для тех, кто хочет увидеть то, что хочет увидеть, пожалуйста, вины. Закладная ролета для палатки. Старом в данных караванах используется. Здесь она в прекраснейшем состоянии. К сожалению, палатки в комплекте нет. Все. Вопрос решаемый. Только, пожалуйста, не разом и не все. Потому что есть небольшие проблемы сейчас с поставками. Сами прекрасно понимаете, по какой причине. Кассета у нас уже на современный туалет Тетфорд 250-й. С отдельным бачком смыва. То есть, далее. Слив серых. Слив серых вот у нас находится. Вот здесь вот, по правой стороне шины. Я думаю, что даже похоже на штатные. Но, приоретнее всего, нет, наверное, мененой. Потому что ни трещин, ни сколов нет. Есть амортизатор в подвеске. Рама без каких-либо следов ремонта. Ну, кстати, состояние у рамы изумительное. Вы можете сами посмотреть и видеть. Это задняя часть холодильника. Место подключения насоса. Здесь у нас используется насос Трума Ультрафлоу. Задняя часть бойлера снимается при использовании бойлера от газа. Еще раз. Правая сторона. Задняя часть каравана без окошка. Закладная для палатки с левой стороны. В прекрасном состоянии. Недяного скола. Вот они, расширители, куда заводятся кант палатки. Палатки бывают необязательно на всю абсолютно. Вот эту вот ширину, длину каравана. Можно поставить тамбру, кому это необходимо. Повторюсь. Пожалуйста, поймите правильно. Сейчас не можем всем угодить. Под французской кровати у нас замечательный вот такой вот есть пластиковый короб. Используется он, в принципе, для того, чтобы можно было там положить какие-то вещи сырые. И никаким образом не повлиять на то, чтобы какая-то сырость скопилась в данном месте. Здесь у нас ставится штатный аккумулятор. И подключается, соответственно, 220 вольт. Караван на оригинальных литых дисках. Так, вес у данного каравана одна тонна, 56 килограмм. Вот здесь вот, пожалуйста, кто хочет увидеть, смотрите, кто что хочет. Так, модуль у нашего каравана 6 метров внутри на 2. Снаружи с дышлом он 7,10 у нас данный караван. Ну и, соответственно, отсюда мы можем получить вот такой вот замечательный интерьер. Очень свободный. То есть, вот смотрите, в принципе, дошел до французской кровати. В передней части П-образный диван, метр пятьдесят на два в разложенном состоянии. Выдвигается у нас вот эта часть и складывается спать на обратной стороне. И в задней части каравана замечательная французская кровать. Метр восемьдесят пять на метр сорок ее размеры. Комбинированный санузел с душевой вот такой вот микрокабинкой. То есть, стопорным вот этим кронштейном мы можем открыть дверь. И уже не попадет у нас ничего на унитаз. В принципе, остается достаточно места для того, чтобы спокойно принять душ. И при этом, конечно же, унитаз останется сухим. Унитаз Тетфорд поворотный. Т-250, как я уже говорил. Поддон без трещин и сколов. Все чистенько. Штарный коврик. Все тут замечательно. Есть вот такая вот небольшая мойка для того, чтобы просто умыться, не принимая душ. Вот уже под полотенечко есть. Под французской кроватью снаружи мы уже с вами видели этот пластиковый короб для сырых каких-либо вещей. Заднюю часть короба аккумулятора мы можем здесь увидеть. Соответственно, рукава раздула. Идемте смотреть, что у нас под передними диванами. С левой стороны по ходу движения у нас находится блок со всеми предохранителями и автоматами 220 вольт. Справа по традиции находится бойлер. Бойлер Трума на 10 литров, проточный. Далее. Включается он у нас от газа здесь. От электричества вот здесь. Даже есть подпись по этому поводу. Контегрированная кухня представляет собой холодильник. Такой красавчик FitFord. 104 литра. Работает от электричества газа и 12 вольт, о чем я говорил уже в начале видео. Место для хранения ложек вилок. Сушка для вещей. Штатный стол в комплекте. Вот он вставлен на свое штатное место. По традиции в раковине Трума ультрафлоу. Насос. Вот оно подключение. Вот сама помпа. Есть уже пластиковый поддон. Когда вы помыли посуду, можете его поставить сюда. И водичка будет стекать в нужном ей направлении. Есть у нас над столешницей место для также сушки ложек. Не ложек, а тарелочек. Кружечка всего на свете. Стыки все в великолепном состоянии. Никаких проблем у нас тут нет. У нас на самом деле сейчас все покупки чересчур обдуманные. Скажем так, уже мы прекрасно понимаем, что люди хотят видеть. Считаю, что были это стопроцентная позиция для тех, кто хочет хорошую, надежную конструкцию. Это стопроцентная позиция. Это мое личное мнение. Четырехкомпорочная газовая плита, гриль, духовка, место для хранения всяческих сковородок и кастрюлик. Все здесь есть. Есть отдельно газовые экраны для каждого потребителя газа. Трума, польпрохат у нас отопитель. Также он комбинированный. Работа как от электричества 220 вольт вот этого выключателя, так и от газа. Здесь у нас механическая пьеза. Чем мы несказанно счастлив. То есть это говорит о том, что даже при отсутствии аккумулятора мы можем затопить этот домик. Микроволновая печь. Все блинкает. Отвечу на многие вопросы, опять же, которые задаются. Почему не работает микроволновка? Бывает так, что в микроволновке вот она, отдельная розеточка. И, то есть это, по сути, это самая обыкновенная микроволновка. Единственное, что с малым потреблением электричества. Ну и, соответственно, она включаться должна в розетку. И, в общем, очень часто люди задают вопрос, говорят, что тут не работает. А надо просто для начала включить ее в розетку попробовать. Вот такой у нас модуль управления. Старый, классический, бейликовский. То есть с индикацией понижающего заряда, общая кнопочка света, общая кнопка включения 12 вольт, активация питания помпы и свет в палатке, свет над дверью. Вот он горит. Можно его выключить. Дверь у нас комбинированная из двух частей. С москитной сеткой на всю площадь. Что касается люков, люки у нас аэро с москитными сеточками. Над зоной кухни есть. Есть над французской кроватью. Дом на пятерочку, скажу я вам так. Небольшой итог сегодняшнего нашего обзора. Караван Бэйли GT60 2009 года выпуска. 812 тысяч рублей с комбинированным отопителем, бойлером, микроволновой печкой, хорошим Тедфордовским холодильником. Смотрите нас на сайте авточоиспсков.ру. Смотрите нас в инстаграме авточоиспсков. Подписывайтесь, ставьте лайки, дизлайки в ютубе, кому что не понравилось или понравилось. Комментируйте, спрашивайте. Мы потихонечку дистанционно все-таки работаем. Так что на всех указанных номерах есть вайбер и ватсап. Звоните, пишите, кому что недостаточно в наших обзорах, а доснимем, дофотографируем и пришлем всех с майскими наступившими. Берегите себя, не гуляйте, дабы не продлевать карантин. Всего доброго и до новых обзоров.